Приморские спортсменки вернулись домой с медалями с чемпионата мира по гребле на лодках дракон. Соревнования проходили на Филиппинах и собрали около полутора тысяч гребцов. Женская команда «Патрокол Клаб» из Владивостока завоевала золотые, серебряные и бронзовые награды. В целом для Приморского края это очень важная победа. У нас с 98-го года развивается такой вид спорта, как гребли на лодках дракон. Мы родоначальники этого вида спорта у нас в России. У нас были чемпионы мира, были команды, которые выигрывали чемпионаты мира. Но тем не менее, именно эта победа, она наиболее значима. Во-первых, потому что все прекрасно знают, какие барьеры сейчас ставятся российским спортсменам на всех соревнованиях. Во-вторых, это участие 27 стран в этих соревнованиях, это рекорд для чемпионата мира под эгидой СССР. Министерство физической культуры и спорта всячески поддерживает все виды спорта, и гребли на каное в том числе. Это и закупаются лодки, закупаются инвентарь. Буквально в этом году были закуплены комплекты новейших лодок, на которые девушки будут тренироваться и соревноваться уже в следующем году. Это и финансовая поддержка. Приморский экипаж в составе сборной России в 20-ти местном каное завоевал золотые медали на дистанции 2000 метров, серебряные на 200 метрах и бронзовые на 500 метрах. Мы выполнили, конечно, программу «Максимум». Программа «Минимум» у нас была одна медаль и, соответственно, выполнить норматив «Мастера спорта». Это была программа «Минимум», программа «Максимум». Мы, да, надеялись на эту дистанцию 2000 метров, потому что сильнейшие азиатские команды, они любят спринты, мы любим длительные дистанции, мы очень внимательно к этой дистанции относились, готовили ее и, вот как показал этот чемпионат, мы смогли завоевать золото, никому не отдали. Девушкам добиться успеха помогли огромное желание победить, четко поставленная цель, жесткая дисциплина и трудолюбие. Пять лет усиленных тренировок и цель была достигнута. Ощущали, ну, наконец-то, мы это сделали. То есть желание наше, большое желание на протяжении, наверное, ну, мы эту цель поставили с 2019 года, когда вот собрали, в принципе, такую сильную команду. Примечательно, что в команде нет ни одной спортсменки, которая занималась ранее греблей. Все девушки либо пришли из других видов спорта, либо просто тренировались для себя, пока их всех не объединила гребля на лодках «Дракон». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.